Здравствуйте, Красноярский краевой институт повышения квалификации. Рад приветствовать вас на вебинаре. Решение планиметрических задач повышенного уровня сложности. Медиана прямого угольного треугольника. Удвоение медианы. Сегодня с нами на вебинаре работают докладчики, которые я представлю чуть позже. Но сейчас сделаю разъяснение технического плана. Обращаю ваше внимание на то, что всеобщие тексты приветствия и вопросы технического характера мы задаем во вкладке «Общий чат». Вопросы содержательного характера мы задаем во вкладке «Вопросы». Убдительная просьба формулировать все свои содержательные вопросы по ходу выступления докладчика. Итак, сегодня с нами работает Елена Григорьевна Тяглова, доцент Центра математического образования Красноярского института повышения квалификации. Техническую поддержку осуществляют инженеры Центра обеспечения информационно-образовательных средств. Это я, Дарья Анатольевна Кузьмина, и моя коллега Татьяна Владимировна Смирнова. Все материалы сегодняшнего вебинара, это запись вебинара, это те материалы, которыми будет пользоваться Елена Григорьевна, будут доступны на нашем сайте ipk.ru в разделе «Вебинары» под названием сегодняшнего вебинара. А сейчас я предоставляю слово Елене Григорьевне. Удачной работы вам на вебинаре. Добрый день, уважаемые коллеги. Зовут меня Елена Григорьевна Тяглова, я доцент Института повышения квалификации. Для меня, можно сказать, сегодня дебют. И наш вебинар, в принципе, проходит в рамках цикла вебинаров, посвященных эффективной подготовке учащихся к профильному единому государственному экзамену по математике. И те вопросы, которые мы сегодня коснемся, это как раз решение задачи номер 16 в ЕГЭ 2017 года. Данная задача рассматривает как раз планиметрические умения наших учащихся. Я для вас подготовила, скажем так, тренировочные задания, которые вы можете потом скачать по ссылочке, указанной организаторами. Также в вашем доступе будет текст моего сегодняшнего доклада. Я надеюсь, что вы будете мне всячески помогать, и наше сотрудничество сегодня будет очень успешным. Итак, материал, который у вас будет перед глазами, вы можете, в принципе, скачать и работать, непосредственно открыв у себя на экране. Либо, если очень мелко, вы можете увеличить информацию, нажав луку со значком «плюс», либо уменьшить, если у вас, соответственно, слишком крупно. Прежде чем приступать к рассмотрению каких-либо задач в ЕГЭ, на мой взгляд, следует охарактеризовать эту задачу, какие умения она проверяет, каким образом оценивается данное задание, для того, чтобы качественно подготовить участника к решению данной задачи. Итак, что же из себя представляет задача 16 ЕГЭ по математике? Во-первых, она направлена на умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами, векторами на плоскости. Данная задача относится к повышенному уровню сложности. И вообще, честно говоря, это первая задача после 15-й, которая начинает оцениваться в 3 балла. То есть разработчики, можно сказать, ее относят к той пограничной задаче, которая разграничивает уровень сложности задания от повышенного до, соответственно, высокого. То есть задача относится к повышенному уровню сложности, оценивается в 3 балла. Давайте немножко окунемся в предысторию этого задания. Задание претерпело свое изменение в 2015 году. До этого на экзамене она называлась... У нее было название C4. И, собственно говоря, содержание этой задачи включало в себя несколько неопределенностей и таким образом содержало определенную вариативность. И таким образом участник данного экзамена, решая эту задачу, рассматривал различные случаи и рассмотрение нахождения этих случаев как раз, соответственно, и влияло на то количество баллов, которое ему выставлялось. В 2015 году произошли изменения в структуре данной задачи. И теперь мы, ознакомившись с демоверсией 2017 года, можем увидеть, что задача 16 представлена в виде задачи, в которой пункт А – это на доказательство, и пункт Б назначен для вычисления. В первой части решения необходимо проанализировать имеющуюся в условии задачи геометрическую конфигурацию, доказать необходимое свойство, которое требуется во второй части, либо используя это свойство, если они связаны, часть А и Б между собой, либо совершенно отдельно необходимо произвести определенные вычисления. Теперь давайте обратимся к критериям, каким образом оценивается данная задача. Итак, 3 балла за задание можно получить, если имеется верное доказательство утверждения под пунктом А, и обоснованно получен верный ответ в пункте Б. Вообще, обоснование, да, оно такое вот немножечко скользкое слово, потому что от степени полноты обоснования как раз зависит максимальная оценка. Но тем не менее, разработчики контрольно-измерительных материалов придерживаются той позиции, что, в принципе, если ребенок ориентируется в геометрической конфигурации, которую он представляет, а также вполне владеет теоретическим материалом, в рамках школьной программы иногда немного шире и конструктивно излагает информацию, следовательно, в принципе, его работа можно считать, его решение можно считать обоснованным. Итак, за что выставляется 2 балла? Получен обоснованный ответ в пункте Б. Что подразумевается «получен обоснованный ответ»? Если пункт Б решен без учета пункта А, имеется в виду информация о пункте А на доказательство какая-то используется, афишируется, но ребенок решает пункт Б, совершенно не используя информацию пункта А. Решает обоснованно, получает верный ответ, и за это он получает, соответственно, 2 балла. За что еще может получить ребенок в данном задании 2 балла? Он может получить 2 балла, если он верно доказал утверждение в пункте А, а при решении задачи в пункте Б, неважно, с использованием утверждения из пункта А или без него, он допустил вычислительную ошибку. Тогда он тоже получает 2 балла. 1 балл экзаменуемый получает, если верно доказано утверждение пункта А, или без использования пункта А решалась часть Б, и в ней допущена была, соответственно, арифметическая ошибка. Тогда он тоже получает балл. Либо обоснованно получен ответ в пункте Б с использованием информации из пункта А. Значит, по ходу будут ли выписаны сертификаты? Мы сейчас, Ирина, введем учет участников. Соответственно, есть определенная договоренность, за какое количество посещенных вебинаров будут выписаны сертификаты. В этом смысле мы, конечно, будем вас информировать. Впереди у нас до конца года еще планируется 6 вебинаров, поэтому милости просим, участвуйте. Я думаю, что с позиции сертификата все будет у нас очень успешно. Теперь я закончила, в принципе, характеристику задания 16 этого года и перейду непосредственно к тому, чем мы с вами сейчас будем заниматься в ходе вебинара. Тема, заявленная на вебинаре, касается двух моментов. Первый момент – это применение свойств медианы прямоугольного треугольника, выходящего из вершины прямого угла. И наше с вами обсуждение этого факта, использование при решении задачи 16 Единого государственного взаима пойдет в следующем ракурсе. Первое – мы точно с вами понимаем, как сформулируется данное утверждение, вспомним. Дальше сформулируем обратное утверждение и поймем, что оно для нас означает. Рассмотрим несколько примеров с использованием этого утверждения, насколько оно конструктивно облегчает решение задач. Далее я предложу вам вместе с вами прорешать подготовительные задачи. Что такое подготовительные задачи? Это задачи в один-два такта на умение увидеть, где применяется данное свойство, и его, соответственно, применить за один-два такта. Следующий уровень задач будет немножко сложнее, он примерно будет ориентирован как раз на уровень сложности 16-й задачи. Эти задачи будут называться тренировочные. И далее, в следующий момент, мы рассмотрим с вами задачи, которые структурированы на доказательства и вычисления парочку задач. Полный перечень задач тренировочных и, соответственно, задач на доказательства и вычисления как раз у меня находятся в тренировочных заданиях. Это дополнительная та информация, которую, я думаю, вам очень сильно пригодится при работе. Там помимо формулировок задач имеются, конечно, ответы к этим заданиям. Поэтому я думаю, что для участников образовательного процесса, а также для людей, которые сопровождают этот процесс, это будет хорошее подспорье. Ну, теперь давайте непосредственно перейдем к первой части, а именно к рассмотрению свойства медианы, выходящей из вершины прямого угла. Итак, теорема. Медиана прямоугольного треугольника, проведенная из вершины прямого угла, равна половине гипотенозы. В общем-то, известное свойство из планиметрии у учащихся. И для нас это означает, что мы с вами, если в треугольнике АЦБ на рисунке у нас проведена медиана ЦМ, это значит, что мы с вами имеем три равных отрезка и имеем помимо этого два равноведренных треугольника. Это треугольник АМЦ и треугольник ЦМВ. Единственное, коллеги, я вас попрошу, что если я буду слишком быстро говорить, и там вы не будете успевать, вы, пожалуйста, реагируйте в чате, и я буду останавливаться, давать вам время на осмысление, ну и отвечать по ходу на те вопросы, которые будут возникать. Итак, значит, утверждение сформулировали. И есть обратная теорема, которая говорит о следующем. Если медиана разбивает равна половине стороны, на которой она проведена, то треугольник, который мы рассматриваем, прямоугольный, а вершина, с которой вышла медиана, как раз эта вершина при угле в 90 градусов. Таким образом, обратное утверждение мы можем с вами рассматривать как признак прямоугольного треугольника. Мы с вами в курсе школьной программы знаем, что признаком прямоугольного треугольника является выполнение теоремики Павлора для треугольника, если известно его измерение. Так вот, в принципе, фактически мы с вами сейчас имеем еще один признак прямоугольного треугольника. Прошу прощения. Давайте теперь непосредственно перейдем к рассмотрению примеров, которые нам с вами позволят немножечко поработать с этим свойством. Итак, пример первый. Найдите гипотенузу прямоугольного треугольника с острым углом в 15 градусов, если известно, что высота треугольника, опущенная на гипотенузу, равна единице. Ну, в общем-то, 15 градусов, да, сразу детей вводят в смущение, что у нас никаких-то красивых значений табличных для 15 нет. И здесь мы с вами выполняем дополнительное простроение и возьмем, проведем, соответственно, медиану CM. Зачем? Что мы с этого будем с вами иметь? Ну, во-первых, по свойству мы получим два равнобедренных треугольника. Это треугольник BMC и треугольник CMA. В треугольнике CMA у нас с вами, соответственно, будут два угла по 15 градусов. Тогда внешний угол HMC будет равен 30 градусов, то есть сумме двух этих углов. Тогда смотрите, переходя в прямоугольный треугольник CHM, мы видим, что у нас есть угол в 30 градусах и есть катет, который лежит напротив этого угла, и он известен. Тем самым, а мы знаем свойства, да, что катет против угла в 30 градусов – это полгипотенузы, тем самым мы с вами сразу находим длину CM. CM у нас получается 2. Поскольку треугольник CM, CM, CMA у нас с вами равнобедренный, значит, мы с вами точно находим MA. И MA тоже получается равна 2. MA – это половина гипотенузы, удваиваем, тем самым получаем гипотенузу. На самом деле, ну, мне кажется, очень красиво получается решение данной задачи при использовании этого свойства. Если есть какие-то вопросы, просьба отреагировать, если вопросов нет, то мы переходим к рассмотрению следующего примера. Ну, судя по всему, понятно все, вопросов нет. Ну, прекрасно. Давайте рассмотрим следующий пример. Так. Значит, это не та страничка у меня. Ну, ладно. Сейчас, секундочку, ладно. Итак, мы перейдем к подготовительным задачам. Подготовительная задача, как я вам уже говорила, это задача в 1-2 такта. Так, это я А. Извините, сейчас секунду. Не-не-не. Прошу прощения, пример 2. Говорю, первый раз, первый опыт. Итак, рассмотрим пример второй. Через основание бисектрисы АДР равнобедренного треугольника с вершиной Б проведен перпендикуляр к этой бисектрисе, пересекающей сторону АС в точке Е. Ну, мы видим, что, да, у нас ДЕ. АЕ – это перпендикуляр к бисектрисе АДР. И нужно найти отрезок АЕ, если известно, что ЦД равно 4. Давайте с вами обозначим. Первое, что сделаем, это отметим середину гипотенозы АЕ. Почему гипотеноза? Потому что мы понимаем с вами, что треугольник АДР у нас прямоугольник. Вот мы серединочку с вами отметили, точка М, и провели медиану ДМ. Таким образом, согласно свойствам, мы с вами имеем равнобедренные треугольники АМД и треугольник ДМЕ. Как и в предыдущей задаче. Смотрите, если я... Треугольник изначально у нас с вами равнобедренный. Если я обозначу угол Ц при основании как альфа, тогда у нас угол ДАЕ – это альфа пополам. В силу того, что треугольник АМД у нас с вами равнобедренный, то и угол МДА тоже альфа пополам. Тогда внешний угол при вершине М этого треугольника равняется альфа. И получается, что треугольник МДС имеет два равных угла, а следовательно он у нас равнобедренный. Что значит равнобедренный? Это значит, смотрите, если ДС мне известно, значит я точно понимаю, чему равно МД. Значит МД у нас получается равно четырем. Если МД четыре, следовательно АМ тоже четыре, и следовательно весь отрезок АЕ будет восемь. В принципе, с этим примером тоже, в принципе, мне кажется, что все понятно. Или есть вопросы? Давайте продолжим. Итак, как я вам уже говорила, у нас сегодня с вами три категории задач. Подготовительные, тренировочные и задачи на доказательства и вычисления. Начнем с подготовительных задач. Итак, предположим, что у нас с вами есть прямоугольный треугольник, медиана проведена, длины М проведена гипотенузе, и делят прямой угол в отношении один к двум. Найти стороны треугольника. Ну, сразу пользуясь свойством, мы с вами находим гипотенузу, она равна 2М. Дальше вспоминаем, да, что такое отношение один к двум. Это значит, наш прямой угол разделен на сколько частей? Получается 1 плюс 2, разделен на 3 части. И если я 90 делю на 3, получается 1 часть это 30, вторая часть это 60. Таким образом, смотрите, мы имеем, что у нас С равнобедренный с углом 60 градусов. Следовательно, он равносторонний. И угол при вершине А тогда у нас с вами 60. И таким образом АС получается равна медиане и равна М. Ну, а дальше, в принципе, вы вольны делать что угодно. Можете теоремку Фабора включить. Можете идти через, соответственно, чтобы искать СВ, через косинус 30 градусов. Может еще какие-то штучки придумать. И тем самым, а, можно идти через равнобедренность треугольника СМБ. Как угодно, какими угодно способами мы выходим на то, что угол Б у нас с вами будет 30 градусов. Ой, ну да, с углом-то все понятно. Нам нужно, а, мы можем применить теремокосинусов, да? Ну, в общем-то, как хотите, чтобы найти СБ, мы применяем теремокосинус. Ну, я вот лично пошла в своем решении через, соответственно, косинус 30. На мой взгляд, это показалось лично для меня проще. Каким образом будут выполнять учащиеся? Здесь тоже, кстати, можно дать им эту задачу и посмотреть, кто на что гораст, кто что из них помнит, соответственно. Давайте перейдем к следующей задаче, если все понятно. Спасибо. Я вижу, что вопросов пока нет, поэтому давайте продолжим. Итак, следующая задача. Медиана прямоугольного треугольника, проведенная гипотенозой, разбивает его на два треугольника с периметрами 8 и 9. Найдите сторону треугольника. Ну, с одной стороны, вполне такая лаконичная задачка. Вот, а с другой стороны, ну, тоже требует определенного умения. Итак, пользуемся свойством, что у нас медиана проведена из прямого угла. Следовательно, мы с вами имеем два равнобедренных треугольника. Ну, а теперь можно поиграть, скажем, обозначениями, да, и равенством определенных элементов. Ну, например, периметр треугольника АМС – это АМ плюс МС и плюс АС. Поскольку ЦМ и МВ – это одно и то же, мы в записи периметра заменим с вами ЦМ на МВ. Таким образом, после преобразования мы с вами увидим, что периметр треугольника АМС – это, по большому счету, сумма двух сторон исходного треугольника АВ и АС. Ту же самую игру мы с вами проиграем с периметром треугольника АМС-Б. Вот мы с вами проиграли и получили, что периметр треугольника АМС-Б – это сумма гипотенузы и еще катета ЦБ. Ну, а дальше включается ТМ-эпифагора для исходного треугольника, где мы вместо АС с вами подставляем его выражение из второй строчки, а вместо ЦБ мы с вами подставляем его выражение из третьей строки. И, в общем-то, через дискриминант, через теремовието, через что угодно мы решаем квадратное уравнение с вами. Получаем два значения на гипотенузу. Одно значение 29, другое значение 5. Но в силу того, что наша гипотеноза и плюс сторона, ну, не превосходит 8, то понятно, что решение 29 по смыслу задачи не подходит. Следовательно, гипотенуза наша 5. Ну и исходя из равенств строки 2 и 3, мы с вами получаем, что катеты ВС – 4, а катета Ц у нас с вами 3. Есть вопросы к этой задаче? Вопросов нет? Отлично. Перейдем еще к более интересной задачке. Итак, в треугольнике АВС к стороне АС у нас проведена высота БК и проведена медиана БМ. Причем АМ равно БМ. Найдите косинус угла КБМ. Если АВ равняется единице, АВС равно 2. Вот обращаю ваше внимание, что в данной задаче изначально про треугольник ничего не говорится. Прямоугольник, непрямоугольник. Единственное, дается условие, что у нас есть медиана и равенство на длины медианы и половины стороны, на которую она опушена. Далее мы с вами применяем теорему обратную, то есть как мы сегодня уже договорились ее называть признаком прямоугольного треугольника. и делаем вывод, что угол при вершине Б, из которого выходит наш медиан, он у нас будет 90 градусов. Этот момент понятен? Ну а дальше, по большому счету, наша задачка с вами для того, чтобы найти косинус угла КБМ, мы можем рассмотреть прямоугольный треугольник МБК. И в этом треугольнике мы понимаем, что косинус – это отношение прилежащего катета к гипотенузе. В качестве прилежащего катета выступает высота треугольника, в качестве гипотенузы выступает как раз наша медиана. На что можем обратить внимание? Ну, во-первых, что медиану мы точно можем сейчас сразу отыграть по теореме Пифагора, найдя гипотенузу. Гипотенуза получается корень из пяти, и тогда медиана у нас с вами – это корень из пяти пополам. Для нахождения высоты можно использовать способ площадей, вспомнив, что площадь прямоугольного треугольника, с одной стороны, это половина произведения катета, что, собственно, у меня зафиксировано при поиске БКМ в решении, а с другой стороны – это произведение высоты на гипотенузу. Подставляя данные из задачи и найденные нами, мы с вами получаем, что БК – это 2 делить на корень из пяти. Ну и дальше не составит нам труда найти косинус, поскольку БК мы знаем, БМ мы тоже знаем, у нас получается, что косинус искомого угла – это 4 пятых и 0,8. Вот, на мой взгляд, тоже вполне такое приятное решение. Итак, четвертая задача. Ну, в принципе, в четвертой задаче можно обойтись и без данного свойства, которое заявлено в этом разделе. И, в принципе, я хочу обратить ваше внимание или услышать от вас предложение по поводу поиска как раз ЦК. Я пошла через один заход, через подобие треугольников. Если у вас предложение созреет, каким образом вы бы пошли на поиск ЦК, я была бы вам благодарна, увидев, что у вас есть альтернативные способы. Итак, задача. Окружность построена на катете прямоугольного треугольника, как на диаметре. Делит гипотенузу в отношении 1 к 3. Найдите острые углы треугольника. Ну, в принципе, смотрите, поскольку у меня АЦ является диаметром окружности, точка К лежит на этой окружности, получается, что угол АКЦ опирается на диаметр. Следовательно, он прямой. Далее точно доказывается, это еще из курса 8 класса, что треугольник АКЦ подобен треугольнику ЦКБ. Я указываю, почему, что это признак по двум углам. Ну и далее составляем отношения сходственных сторон. Ну, напоминаю, что очень важно, чтобы учащиеся грамотно могли составлять отношения сходственных сторон. Каким образом они должны это делать уметь? Есть определенное правило. Сходственные стороны лежат напротив равных углов. Тогда формирование нашего отношения можно алгоритмизировать следующим образом. Сверху написать стороны одного треугольника полностью, дабы не перепутать, да, дроби не перевернуть нечаянно. Вот. А снизу, соответственно, указывать сходственные. То есть я определяю, напротив какого угла лежит сторона АК в треугольнике АКЦ. Такой же угол нахожу в подобном треугольнике и смотрю, какая сторона лежит напротив данного угла. Ну, и таким образом составляю все отношения. Далее, подставляя те значения, теперь смотрите, у меня гипотеноза делилась в отношении 1 к 3. Что это значит? Это значит, на АК одна часть, на КБ у меня три части. Но я же не знаю длину частей, поэтому формально говорю, пусть АК это Х, длина АК это Х, а длина КБ, соответственно, 3Х. Вот, подставляя нашу пропорцию, я нахожу ЦК, что это корень из 3Х. Появились какие-то идеи по поводу того, как еще можно найти ЦК? В принципе, выражение будет то же самое. Вот, какое свойство можно использовать для того, чтобы найти ЦК? Отреагируйте, пожалуйста, у кого есть идея. У меня еще одна идея родилась, по ходу, пока готовилась. Вот, может быть, у вас еще третья родится. Я готова поделиться через некоторое время. Так. Ага. Еще какие есть мысли? А если мы вообще отвлечемся от ситуации окружности, да? А если мы, смотрите, вообще отвлечемся от ситуации окружности, мы имеем с вами прямоугольный треугольник и высоту, опущенную на гипотенузу. Какие есть идеи? Так. Эта ситуация связана с чем? Эта ситуация касательно секущая. Правильно понимаю? А если окружность вообще убрать? Если окружность совсем убрать и рассмотреть ситуацию, что у нас есть прямоугольный треугольник и высота, опущенная на гипотенузу. Кто-нибудь помнит свойства? Да-да-да-да-да-да. Гимназия 1-я города Ханска, да. Что высота является средне-геометрическим между проекциями катетов на гипотенузу. Да. То есть можно было сразу. Да-да-да-да-да. Да, благодарю. Да-да-да. Отлично. Вот. И таким образом ЦК мы нашли с вами. Ну, давайте продолжим. Я благодарна за то, что вы там быстренько скоперировались и предложили более чем два способа. Очень приятно, что вы заинтересованы в ходе решения задачи. Итак, возвращаемся к заданию. Таким образом, смотрите, в треугольнике АКЦ мы с вами имеем два катета. Обе выражены через одну и ту же переменную. Соответственно, можем рассматривать ситуацию как тангенсы, так и катангенсы. Но я рассмотрела через тангенс угла А. Тангенс угла у меня получился корень из трех, исследовательного угла 60 градусов. Ну и дальше я понимаю, что около Б будет 30. И задача таким образом у нас с вами решена. Вопросы есть к этой задаче? Так, судя по тому, что я вижу, вопросов пока нет. Ну, прекрасно, идем дальше. Задача пятая. Итак, точка D, середина гипотенузы АВ прямоугольного треугольника АВЦ. Окружность, вписанная в треугольник АЦД, касается отрезка АЦД в его середине. Найдите острые углы треугольника АВЦ. Давайте посмотрим. Итак, у нас уже изначально прямоугольный треугольник. Дальше у нас с вами точно уже известно, что есть медианка, выходящая с вершины прямого угла. Это нам точно обеспечивает наличие того, что треугольник АЦДА у нас с вами равнобедренный. Теперь смотрите, у нас получается, что стороны треугольника являются касательными к окружности. Есть такое замечательное свойство, которое заключается в том, что если у нас две касательные выходят из одной точки, то как раз расстояние от этой точки до касания, до точек касания у нас будет одинаковое. Вот. Таким образом, что мы с вами видим? Мы видим, что ЛД равняется ДФ. Так? И что это влечет? Что это влечет? Поскольку у нас ЦД и ДА это одинаковые стороны, следовательно, точка Ф также будет являться серединой стороны АД. Раз это середина стороны АД, так, то получается еще по свойству касательных АФ и АК равны, СЛ и ЦК тоже равны. То есть получается, что наша сторона АЦ составлена из половинок стороны АД и стороны ЦД. Ну и, следовательно, наша сторона АЦ совпадает со стороной, ну, например, ЦД или со стороной АД. То есть получается, что наш треугольник с вами равносторонний. Раз он у нас с вами равносторонний, значит, угол А 60 градусов. Раз угол А 60 градусов, тогда угол В, соответственно, будет 30. То, что требовалось найти по решению задачи. Давайте рассмотрим еще одну задачу. Она, собственно говоря, несложная. Единственный нюанс, который может быть, казаться, что она тяжеловата, это то, что не даны числовые значения, а даны буквы. Но логика этой задачи вполне ясна, и поэтому давайте рассмотрим, в чем тут суть. В прямоугольном треугольнике АВЦ из вершины прямого угла проведена бисектриса ЦЛ. То есть ЦЛ у нас делит, соответственно, угол Ц пополам. И проведена медиана ЦМ. Найти площадь треугольника АВЦ, если мы знаем, что ЛМ А, а ЦМ В. Ну, вот, ЛМ, это как раз расстояние между основаниями бисектрисы и медиан. Вот. Формула, по которой будем работать, будем искать площадь, это половина произведения катетов. Сразу поговорим. Целевая установка будет такая. Следовательно, наша задача найти катеты, используя буквенные значения А и В, ну и далее выразить эту площадь. Мы с вами помним свойства бисектрисы. Что бисектриса делит противолежащую сторону в отношении таком же, как относятся соответствующие стороны. Бисектриса ЦЛ разделила гипотенозу на два отрезка АЛ и ЛБ. И они относятся друг к другу так же, как катета Ц относится к катету ЦБ. Ну, теперь давайте посмотрим. Смотрите, ЦМ у нас медиана. Это значит, что она равна половине гипотенозы. Это значит, что отрезки АМ, ЦМ и МВ имеют длину В малая. Для того, чтобы тогда выразить АЛ, у нас с вами получается, что нужно от АМ отнять МЛ, то есть это В минус А. Таким образом, АЛ это В минус А, АЛБ это, соответственно, В плюс А. И мы с вами получаем отношение катетов нашего треугольника, что АЦ разделить на ЦБ, это В минус А разделить на В плюс А. Дальше включается теория Мефагора для исходного треугольника прямоугольного. И тут такой вот хитрый ход, скажем так. Вынесем ВЦ в квадрат за скобочку, и тогда у нас скобочка как раз будет квадрат того отношения, которое только что мы с вами нашли. Данный ход нам сразу с вами позволит найти ВЦ. Дальше следует нехитрые преобразования. В принципе, учащиеся 11 класса, я понимаю, с ним должны справляться, по крайней мере, которые имеют хорошую гидрическую подготовку. И мы с вами выходим на ВЦ, где ВЦ равняется корень из двух В, умноженное на сумму А и В, разделить на корень из суммы квадратов А и В. Далее, из нашего отношения, которое мы рассмотрели в третьей строке, мы с вами выражаем, чем уравняется АЦ. АЦ у нас это В минус А на В плюс А умноженное на ЦБ. ЦБ мы нашли, подставляем и получаем выражение для стороны АЦ. Таким образом, смотрите, путем нехитрых преобразований используем всего двух свойств. Мы с вами получаем, что мы знаем уже катет. Внизу мы катет и знаем, подставляем формулу площади, мы получаем красивое выражение. Обращаю еще раз ваше внимание, что изначально было известно расстояние между основаниями медианы и бисектрисы, и просто известна длина медианы, находящая из совершенно прямого угла. И, в принципе, этого достаточно для того, чтобы А, во-первых, найти все стороны, В, найти площадь, ну, наверное, еще что-то, если бы потребовалось по условию задачи. Вопросы есть в данной задаче? Вопросов нет. Прекрасно. Вот теперь я хочу остановиться на задаче 7. Она сейчас находится в разделе подготовительных, и будет такой лаконичный переход в тренировочные задания, где фактически очень похожая задача будет нести практически такую же информацию, которая вот сейчас будет использоваться при решении этой задачи. Итак, вне прямоугольного треугольника АВС, на его катетах АС и ВС построены квадраты. В продолжении медианы СМ треугольника АВС пересекает прямую Д в точке Н. Найдите отрезок СН, если катет равный 1 и 4. Ну, начинаем с простейших вещей. Первое мы с вами показываем, что согласно свойствам медианы у нас имеются 3 равных отрезка, соответственно, 2 равнобедренных треугольника. Второй момент, на что стоит обратить внимание, что у нас с вами прямоугольные треугольники, в частности, треугольник АЦБ и треугольник ДЦФ, они равные. Равные они у нас с вами по 2 катетам, как вариант. Далее. Вся ситуация сводится к тому, при рассмотрении этого момента, смотрите, чтобы показать вообще, какой вид имеет треугольник БЦН. Вот если бы нам стало понятно, что такое ЦН, тот отрезок, который следует найти, то, в принципе, это было бы уже сделано полудела. Так вот, по ходу решения задачи мы с вами показываем, смотрите, что треугольник БЦН подобен исходному треугольнику АЦБ. Почему? По двум углам. Потому что у нас угол Д равен углу А. Это изначально мы с вами показывали, да, что треугольники прямоугольные равны. Далее. По свойству медиана мы с вами имеем равнобедренный треугольник СМБ, у которого углы при основании равны. А один из этих углов является вертикальным с углом НЦД. И таким образом, смотрите, мы имеем два угла треугольники НЦД, равны двум углам острым, да, в треугольнике АЦБ. Следовательно, оставшийся угол ДНЦ у нас 90 градусов. Следовательно, ЦН наши, да, фактически, является высотой в этом треугольничке. Значит, треугольники у нас с вами ДЦН, как мы уже столько что доказали, и АБЦ подобны по двум углам. Следовательно, раз они подобны, мы с вами вполне можем составить отношения сходственных сторон. А из отношения сходственных сторон, используя данные задачи, мы с вами находим, что ЦН равняется 4 делить на корень 17. Смотрите, то есть таким образом, в ситуации, когда у вас получается при пересечении двух, скажем так, отрезков, образуются прямоугольные треугольники равные, да, и если я медиану провожу в одном, то она является, то ее продолжение в другом является высотой, грубо говоря, перпендикуляром. То есть этот факт, вот в данной конфигурации, ну, на мой взгляд, если дети начнут к нему привыкать, четко понимая, в какой ситуации он будет именно таким, то это уже будет их точно стимулировать на решение подобного рода задач, какими бы сложными они изначально не казались. Вопросы есть к решению данной задачи? Вопросы нет? Прекрасно. Теперь мы с вами перейдем к тренировочным заданиям. Как я уже говорила, тренировочные задания, они немножко, ну, не знаю, не на порядок, но, возможно, чуть-чуть отличаются, чуть сложнее, да, и интересней, в отличие от подготовительных заданий, эти задания, ну, не так прям в лоб дают применение и использование того свойства, о котором мы сегодня с вами ведем речь. Итак, в прямоугольном треугольнике АБЦ, в уголце 90 градусов, проведена высота и проведена медиана. Площадь треугольников АБЦ и ЦДЕ, соответственно, равны 10,3. Найти гипотеноза АБ. Ну, если мы с вами сейчас посмотрим, что, в принципе, площадь треугольника АБЦ можно записать через высоту ЦД, и площадь треугольника ЦДЕ также можно записать, используя в качестве высоты ЦД. И тогда отношение площадей как раз даст нам отношение с вами гипотенозы, как резко ДЕ. Дальше мы пользуемся с вами тем свойством, что все-таки у нас ЦЕ – это медиана, проведенная с вершины прямого угла, а следовательно, она разбивает гипотенозу пополам и равна половине ее. Мы с вами видим, что при соотношении площадей мы получили, что на АБ это 10 частей приходится, а на ДЦ приходится 3 таких части. Данную информацию я отобразила на рисунке. Таким образом, смотрите, у нас получается, что АЕ 5Х, ЦЕ тоже 5Х, и, в общем-то, известны данные отрезочки. Ну, а дальше, смотрите, мы с вами можем найти, соответственно, ЦД по теме Пифагора, выразить в долях от Х. Зная площадь треугольника ЕДЦ, мы с вами найдем квадрат Х, можем и сам Х найти следом. Найдя этот Х, мы понимаем, что гипотеноза – это 10 таких Х, мы получаем АЕ длину. В принципе, вполне красиво, логично, без лишней информации, задачка легко решается. Приведем к следующей задаче. В четырехугольнике АБЦД диагонали от С и БД перпендикулярны и пересекаются в точке П. Отрезок, соединяющий вершину С с ЕДЦ на М, отрезка АД, равен 5 четвертых. АП равняется 1. Расстояние от точки П до отрезка ВЦ равно 1,2. Найдите АД, если известно, что вокруг четырехугольника, можно описать окружность. Ну, строя чертеж, на самом деле, к этой задаче, сразу же можно фиксировать окружность, внутри нее проводить две перпендикулярных диагонали и затем дорисовывать уже до четырехугольника. Теперь обратите внимание, насколько эта задача, в принципе, перекликается с задачей, которую мы рассматривали с вами в подготовительной части. Единственный нюанс. Если в подготовительной части у нас треугольнички П, В, С и А, П, Д будут равны, то в данной ситуации эти треугольники не равны. Если мы с вами точно можем расставлять все данные задачи, что там за расстояние у нас С и АМ можем соединять, мы можем проводить медиану, там ее продлять. Нерешенным вопросом здесь остается, что такое расстояние от П до ВЦ, равное 1,2. Что это за такой отрезок? И из опыта седьмой задачи, я так понимаю, что мы сейчас придем к тому, что как раз ПК это и будет тот перпендикуляр или то расстояние от точки В до ВЦ. Каким образом мы придем к этой ситуации? Ну, первое. Мы с вами докажем, что треугольник ДАП подобен треугольнику СБП. Эти треугольники подобны по двум углам, потому что угол при вершине П90. Поскольку у нас с вами четырехугольник вписан в окружность, то угол В и угол А опираются на дугу ДЦ, следовательно, они равны. Значит, эти треугольники подобны. Далее. По свойствам медианы мы с вами имеем равенство трех отрезков. Отрезок АМ равен МП и равен МД. Следовательно, у нас имеется тогда с вами равнобедренный треугольник ДМП. Так. У него углы при основании равны. Один из этих углов является вертикальным с углом БПК. И смотрите, мы получаем, что у нас треугольник БКП подобен треугольнику АПД по двум углам. Ну, а раз подобен по двум углам, соответственно, у нас угол ПКБ будет прямым. Поэтому, обратите внимание, что помимо того, что треугольник исходный АПД подобен треугольнику ПБК, он еще подобен треугольнику ПКЦ. И вот именно это подобие для нас будет интересно для того, чтобы подвести к решению задачи, к ответу на ее ключевой вопрос. Вот теперь смотрите, мы с вами показали, что расстояние от точки П до прямой БЦ – это как раз длина отрезка ПК, и она равна одной второй. То есть с этим моментом всем понятно, как мы дошли до этой ситуации. То есть до ситуации, что треугольник АПД подобен треугольнику ПКЦ, а расстояние ПК – это одна вторая, то искомое, которое нужно найти. Всем понятно? Ну, прекрасно. Хорошо, спасибо за реакцию. Идем дальше. Вот теперь смотрите. Из подобия этих треугольников мы составляем отношения сходственных сторон. И оттуда выцепляем важную для нас информацию. Какая информация на самом деле из трех отношений важна? Важна информация отношения ПЦ к АД, потому что АД – это как раз тот ключевой момент. АД как раз это то, что мы с вами ищем. Второй момент. Еще для нас важно отношение КЦ к ПД. Почему? Потому что изначально давайте с вами посмотрим. Чтобы найти АД, мне нужно найти, достаточно найти, например, МП. Удвоите, я получу АД. И в этом смысле давайте мы МП обозначим за Х. Рассмотрим прямоугольный треугольник КМЦ. Его рассмотрение, в общем-то, объясняется тем, что, по крайней мере, нам МЦ известно. Таким образом, у меня единственный нюанс остается. Что делать с КЦ, да, каким образом его выражать через Х. Потому что, смотрите, КТМК вроде бы все хорошо. У нас ПК одна вторая, МП мы обозначили за Х. Как раз МП напрямую связано с АД, это его половина. МЦ нам задана, это 5 четвертых. И в этом смысле тоже все хорошо. Остается непонятно, что делать с КЦ. Тогда мы обращаемся к нашему равенству. КЦ у нас с вами это половина ПД. АПД, если мы с вами внимательно посмотрим на картиночку, это как раз катя треугольника АПД. И его можно выразить по теореме Пифагора через... Значит, через что мы там его выражаем? Через АВ в квадрате, да, минус АД в квадрате. Сейчас посмотрю. Так, так, так. Через АД в квадрате. Я тут, наверное, немножко напутала. Вот. АД квадрат... А, все нормально. Там не АВ квадрат, а АД квадрат. Вот вы поправьте себе, пожалуйста. АД квадрат минус АП квадрат. То есть этот момент понятен, да? Мы смотрим треугольник АПД, и в нем у нас с вами АД квадрат минус АП квадрат. Это и есть как раз ПД квадрат. Поскольку АД это 2Х, мы возводим 2Х квадрат, это получается 4Х квадрат. АП изначально 1. И мы с вами имеем, что ПД в квадрате это 4Х квадрат минус 1. А поскольку КЦ в квадрате это четвертая часть от ПД квадрата, мы с вами все делим на 4. И у нас получается классное выражение, что КЦ в квадрате это Х квадрат минус 1 четвертая. Возвращаемся в ситуацию теоремы Пифагора для треугольника МКЦ. Все туда красиво подставляем. Получаем не очень приятный и красивый дискриминант 27 вторых. В общем-то здесь каждый волен с изучением корня как хочет. Но в моем случае я вынесла из-под корня 3 вторых, чтобы получить под корнем 6. Чтобы не было там дробей. И второй корень я не выписываю, потому что очевидно он будет отрицательный. У нас по смыслу задачи он не подходит. Таким образом, смотрите, мы с вами нашли половину АД. И она равна тому выражению, которое перед вами на экране. И далее мы с вами его удваиваем. Удваиваю я ее, внося скобочки, не сокращая с четверкой. Тоже, чтобы определенную этажность убрать. И получается вот такое незамысловатое, на первый взгляд, страшненькое выражение. Итак, смотрите. Получается, что подготовительная задачка, да, она нам, в принципе, позволила по такой же логике перейти к задачке более сложного уровня. А сложность отличается в данной ситуации лишь тем, что треугольники, которые мы с вами рассматриваем, прямоугольные, они не равны, они подобны. И это, как раз, вносит определенную пикантность, потому что тема подобия, ну, она, наверное, одна из самых проверяемых тем на итоговой аттестации. Неважно, в девятом классе действовался или в одиннадцатом. В данной задаче все понятно, с учетом моих маленьких поправок по поводу треугольника АПД. Можно идти дальше? Благодарю. Благодарю за реакцию. Все хорошо. Идем дальше. Ну, тут очень такая интересная задача. В принципе, она мне так понравилась. Такая, может быть, легкая с одной стороны. Итак, смотрите. Средняя линия трапеции равна 4, углы при основании 40 и 50. Найдите основание трапеции. Если известно, что линия, соединяющая середины основания, равна, соответственно, одному. Очень классная задача в каком плане? Что если мы сейчас с вами проведем дополнительное построение? Обратите внимание, да, что, в принципе, проводятся дополнительные построения для того, чтобы применить это свойство. И это уже повышает сложность задачи. Потому что наличие дополнительных построений, оно как раз вот и влечет повышение сложности решаемой задачи. Если мы с вами сейчас просто продлим боковые стороны, то мы получим прямоугольный треугольник. Причем, знаете, какой классный прямоугольный треугольник. Не просто один, мы получаем целую серию. Как минимум раз, два, три треугольника. И в каждом треугольнике у нас есть медиана, выходящая из вершины прямого угла. В частности, в самом маленьком это у К, в среднем это ОМ и в большом это ОС. Ну и дальше, в принципе, в решении представлены, да, все прелести использования того свойства, о котором мы сегодня говорим подробно при решении задач, о том, что медиана равна половине гипотенузы. Чтобы снять вопрос, будет ли делиться линия КЛ пополам, мы можем использовать теорему Фалеса, которая говорит о том, что если у нас, если рассматривать угол, например, там, АОЛ, то если на одной стороне угла параллельные прямые отсекают равные отрезки, в частности АФ и ФБ, значит и на второй стороне угла, под второй стороной мы понимаем ОЛ, там тоже будут отсекаться равные отрезки МЛ и МК. В этом смысле, то есть то, что средняя линия, да, поделила отрезок КЛ пополам, у нас с вами легко доказывается. Ну и дальше, благодаря несложным рассуждениям, мы с вами находим значение наших гипотенуз или в интерпретации задачи длины основания трапеции. В общем-то, решение достаточно легкое. И хотелось бы обратить внимание на очень такое, не очень известное, но вообще хорошо, если его знать факт, что если у вас трапеции, углы при основании в сумме дают 90 градусов, то линия, соединяющаяся в середине этих оснований, равна полуразности основы. В принципе, этот факт очень временами облегчает решение задач. Можно считать, что он общеизвестный и использовать в дальнейшем. Давайте рассмотрим следующую задачу. Гипотеноза прямоугольного треугольника АВС является хорда окружности радиуса 10. Вершина С лежит на диаметре окружности, который параллельен гипотенозе. Угол САВ 75. Найдите площадь треугольника АВС. Исходя из того, что нужно найти площадь, у нас какие варианты? Либо там высоту провести, например, на гипотенозу. Ну, приятно это, неприятно, сейчас посмотрим. Либо катя-то искать. Либо, наверное, все там три измерения, если там может герону попробовать и так далее. Ну, три измерения, это, конечно, кариборы для прямоугольного треугольника. Здесь, по большому счету, что может напрягать? Может напрягать, что угол 75, опять не табличное значение, как с ним вообще разбираться. Опять же, смотрите, для решения задачи пользуемся дополнительным построением. Мы проводим перпендикуляр из центра к хорде и пользуемся тем свойством, что если у нас к хорде из центра поведен перпендикуляр, он его бьет, как раз, эту хорду пополам. Это первый момент. Раз у нас получается точка М, которая бьет хорду пополам, мы ее так, оп, смело с вершиной цепи прямоугольного треугольника соединяем. И в этом смысле, опять, смотрите, у нас есть медиана, которая выходит из вершины прямого угла, следовательно, она равна по ингипотенузе, и имеем опять два равнобедренных треугольника. Вот треугольник БМС у нас очень хорош, потому что у него, по крайней мере, угол МСБ у нас получается 15 градусов, плюс, благодаря тому условию, что наша гипотенуза параллельна диаметру, у нас есть накрест лежащие углы, которые тоже равны по 15. И смотрите, в прямоугольном треугольнике МСО, где угол О90, мы имеем угол 30 градусов. А это означает, что наша ОМ, если мы ее найдем, смотрите, как красиво, если я нахожу ОМ, нахожу МС, МС будет в два раза больше, нахожу МС, значит, нашлась, по крайней мере, точно гипотенуза. Значит, по поводу пояснения, то, что я вам узнаю, этого достаточно. Имея, допустим, большой опыт проверки работы в региональной комиссии по проверке экзаменационных работ, в принципе, этого пояснения, на мой взгляд, вполне достаточно для того, чтобы ребенок получил, скажем, максимальный балл за то, что у него все изложено. Я не скажу, что это эталон, но нагружает решение более такими мелкими деталями, на мой взгляд, нецелесообразно. Все шаги, которые я использую, я вам поясняю. Притом, смотрите, здесь очень тонкая грань. Если ребенок будет подробно расписывать, где-то ошибется, это будет клонить эксперта в сторону того, что ребенок не владеет не совсем владеет точной теоретической информацией. Лучше он пусть чуть-чуть там не доскажет, но покажет, что он это свойство видит, знает. Ну, не совсем точно помню, как оно называется, вкратце его назовет. Поэтому, ну, я еще раз говорю, то, что я вам привела в качестве решения, это мои решения личные, это не эталон. Но, на мой взгляд, этого достаточно для того, чтобы считать, что решение обосновано. Вот я ответила на ваш вопрос. Надеюсь, что ответил. Благодарю. Идем дальше. Вот теперь, смотрите, мы вернулись к тому, что первично мы хотим найти площадь треугольника АБЦ. и я уже обозначила два момента. Либо я ищу через высоту, опущенную из вершины С на гипотенозу, либо я ее ищу через то, что нахожу катеты. Вот. И вот вся логика рассуждения все-таки нас нацеливает на то, ага, нас нацеливает на то, что, скорее всего, мы пойдем искать площадь через высоту, опущенную на гипотенозу. Таким мы, соответственно, воспринимаем. Если мы сейчас с вами соединим точку О и Б, мы получим прямоугольный треугольник, в котором, смотрите, что у нас известно. В этом прямоугольном треугольнике у нас известно, что если БМ, да, у нас получается, БМ это будем искать. Например, связь есть между ОМ и БМ. Ну, почему между ОМ и БМ? Потому что, ну, между МЦ и ОМ у нас связь, это половина ОМ, половина КМЦ, а МЦ это все равно, что БМ. Таким образом, смотрите, у нас получается прямоугольный треугольник, в котором есть катет БМ, в котором есть катет ОМ, равный половине этой БМ, и у нас, соответственно, гипотеноза равна радиусу окружности. Составили теремию Пифагора и с удовольствием нашли БМ. Ну, получилось такое не очень красивое, но тем не менее. Итак, мы с вами, смотрите, БМ нашли, как только нашли БМ, это значит, мы сразу вышли на высоту ОМ, которая в два раза меньше, и сразу вышли на, соответственно, гипотенозу, которая в два раза больше, чем БМ. Ну, и дальше нам не составить, тогда подставить значение и получить то желаемое значение площади для данной задачи. Идем дальше. Вот теперь смотрите. В тренировочных материалах, которые отдельным файлом выделены, есть отдельно тренировочные задачи, которые, как вы увидели, сформулированы одним текстом, имеют более высокий уровень сложности по сравнению с подготовительными задачами. И есть задачи на доказательство вычисления. Так вот, я здесь привожу сейчас специально две задачки, в общем-то, для чего? Для того, чтобы вы осознали, что, в принципе, взяв задачи из тренировочных материалов, а именно задачи вида на доказательство вычисления, эти задачи там сформированы по двум вариантам. Первый вариант и второй вариант. То есть они так и идут. Две задачи подряд. Одна к первому варианту относится, другая ко второму варианту относится. И, в принципе, у них уровень сложности такой, что детям после проведенного тренинга вполне по силам одолеть данную задачу, как в части доказательства, так и в части вычислений. Вот для примера я вам привожу. Давайте быстренько пробежимся по решению данной задачи. У нас есть трапеция с основаниями АД и ВС. И известно, что АВ равно ВС и равно СД. И это все половина основания АД. И нужно доказать, во-первых, что прямая диагональ АС у нас перпендикулярна боковой стороне СД и найти углы трапеции. Первое, что мы делаем с вами, это через С проведем прямую параллельную АВ. Выйдем с вами на параллелограмму по определению таким образом. Более того, мы с вами заметим, что данный параллелограмм является ромбом, потому что соседние смежные стороны у него равны. Если у меня это ромбик, смотрите, у меня получается АМ равно МЦ. И получается, что в треугольнике АЦД АМ равно МД и равно МЦ, где ЦМ у меня это мизианка. Тогда по сегодняшнему названному нами признаку прямоугольного треугольника, у нас получается, что треугольник АЦД у нас прямоугольный. В принципе, при доказательстве ребенок может писать формулировку этого утверждения, что поскольку медиана, проведенная из вершины С, равна половине стороны АД, следовательно, в угол С будет 90 градусов, и в этом никакого криминала не будет. То есть все нормально. Теперь первая часть таким образом у нас с вами доказана. Теперь дальше смотрим. Если у нас с вами из пункта А берем информацию, нас никто не ограничит в этом плане, если мы грамотно докажем использовать пункт А, мы тоже получим максимум баллов. И таким образом, если мы из пункта А берем с вами информацию, что треугольник АЦД прямоугольный, более того, мы видим, что у нас треугольник СМД вообще равносторонний, а раз он равносторонний, значит, все углы по 60. Изначально трапеция равнобедренная, следовательно, угол при вершине С 120, при вершине Б 120, при вершине А, соответственно, 60. И в этом смысле задача легко решается. И рассмотрим еще одну задачу для примера. Точка М середина гипотенузы АБМ прямоугольного треугольника с углом 30 градусов при вершине А. То есть угол превышения А у нас с вами 30, треугольник исходный прямоугольный. Окружность, вписанную в треугольник БМС, касается сторон ВС и БМ в точках П и Ку. Первое доказать, что ПК параллельно СМ, второе нужно найти ПК, если известно АБ. Теперь давайте смотрите, если угол А у меня 30, значит, СМ идеально проведен из совершенно прямого угла, имеем равнобедренный треугольник БМС с острым углом 60 градусов. Тогда этот треугольник не просто равнобедренный получается, а равносторонний. Теперь что мы знаем про окружность, вписанную в равносторонний треугольник? Мы знаем следующее, что точки касания как раз это и есть основания медиан бисектрис-высок. Ну, поскольку речь, поскольку они неразличимы в правильном треугольнике, да, таким образом мы получаем, что ПК – это середина сторон треугольника БЦМ. Раз это середина сторон, значит, ПК – средняя линия. Значит, ПК параллельно СМ. Первый пунктик доказан. Теперь что касается второго пунктика. Что он вообще красивый? Итак, значит, у нас с вами известно, что АБ равно 8, следовательно, СМ – это половинка АБ, значит, сторона нашего равностороннего треугольника – 4, ну, а средняя линия равна ей половине. Я вам еще раз показала решение данных задач для того, чтобы вы не боялись после проведенного тренинга на данной теме давать учащимся, в общем-то, задачи эти для самостоятельной проработки, может быть, даже и оценивая то, что они давно решают, потому что задания в поме легкие. Еще раз. АД – это основание трапеции, да? А изначально там у нас АБ равно ВС равно СД, или это у меня в решении где-то не так? Не совсем поняла суть вопроса. Если позволите, то давайте продолжим дальше. Будем продолжать, да? Отдельный этот вопрос, если что, осветите, я в конце постараюсь на него ответить. Итак, вот теперь давайте рассмотрим следующую ситуацию. Мы с вами сейчас закончили рассмотрение применения того замечательного факта свойств медианы, опущенной из вершины прямого угла в прямоугольном треугольнике. И сейчас коснемся такого замечательного, наверное, способа, да, который облегчает в некоторых местах нам решение задачи. Это метод или прием, лучше называть, наверное, прием – это удвоение медианы. Именно благодаря ему многие задачи начинают легко решаться, хотя изначально было бы непонятно, как к ним подходить для решения. Удвоение медианы, само название, говорит о том, что мы берем медианы, продляем за ее основание, откладываем равный отрезок. И таким образом мы переходим от треугольника, ну, как минимум, к параллелограмму. И дальше, используя свойства параллелограммы, а именно касаемо треугольников, площадей, связи диагонали с сторон, мы с вами уже дальше применяем эти свойства для того, чтобы решить задачу. Рассмотрим несколько примеров. Найдите площадь треугольника, если две его стороны равны 1 и корень из 15, а медиана, проведенная к третьей, равна 2. Используя прием, теперь смотрите, у нас исходный треугольник АЦБ. Про его вид ничего не знаем. Знаем только две стороны и знаем, чего равна медиана. Как только мы удваиваем медиану, мы с вами видим, получаем фигуру параллелограмм. Это раз. Дальше мы с вами точно понимаем, что треугольник АЦБ и треугольник АДБ, это, в принципе, одно и то же. И если у меня стоит задачка на эти площадь треугольника АЦБ, то фактически я нахожу площадь треугольника АВД, и все, и у меня задачка решилась, и сюда у нас. Теперь давайте смотрите. В полученном треугольнике, который мы получили благодаря удвоению медианы, мы знаем уже все три стороны. А если все три стороны мы с вами знаем, соответственно, легко проверяем теоремию фагора и получаем, что данный треугольник прямоугольный. Ну а в прямоугольном треугольнике, если я знаю катеты, я просто их перемножаю, делю пополам, нахожу площадь. В принципе, красивое достаточно такое решение, и все быстренько решается только за счет того, что проводится, удлиняется, медиана откладывается равная. Еще одна задача, которая может оказаться полезной при подготовке учащихся к решению задачи номер 16, это задача в примере номер 2. Площадь треугольника АВДС равна S. Найдите площадь треугольника, стороны которого равны медианам треугольника АВДС. Вот теперь смотрите, мы проведем в исходном треугольнике медианки. И дальше возьмем и продлим медиану, которая выходит из вершины А, но мы ее продлим не на всю длину, а на длину отрезочка МА1. Мы точно с вами знаем это свойство, что медианная точка пересечения делится в отношении 2 к 1. Так вот, получается, что мы будем продлевать, на треть медианы выходить. И видим следующий момент. Смотрите, если мы посмотрим на треугольничек МЦД, то он у нас фактически состоит из чего? Отрезок МЦД – это 2 трети от медианы АА1. Отрезок МЦД – это тоже 2 трети от медианы ЦЦ1. Теперь смотрите, в силу того, что у меня фигура БМЦД параллелограмма, она параллелограмм по признаку о диагонали, то отрезок ЦД – это как раз тоже 2 трети получается от БЛ. Тогда если мы сейчас с вами найдем площадь треугольника МЦД, то тем самым, с определенным коэффициентом подобия, коэффициент подобия у нас между этим треугольником и искомом 2 трети, то площади у нас получается, чтобы получить площадь искомого треугольника, нужно будет найденную площадь умножить на величину 9 четвертых, потому что площадь закрашенного вот этого темного треугольничка – это 4 девятых от площади искомого. Теперь, пользуясь свойством о том, что медианы в точке пересечения разбили наш треугольник на 6 равновеликих, что такое равновеликих? Ну, равных по площади. То получается, что треугольник МЦД состоит из двух таких частей. Ну, фактически, его площадь – это 1 треть от площади исходного треугольника. То есть, что мы с вами тогда имеем? Площадь треугольничка МЦД – это 1 треть от С. Для того, чтобы найти искомый, площадь искомого треугольника, который является, образован медианами, нам необходимо найденную площадь умножить на 9 четвертых. Этот момент понятен, почему умножаем на 9 четвертых? Ну, я прошу прощения за то, что если где-то описалось в решении, хорошо, спасибо, что следите и комментируете, потому что, ну, замыливается глаз, когда готовишься. И таким образом, смотрите, у нас получается, мы умножаем на 9 четвертых, и получается, что площадь искомого треугольничка равна 3 четвертых С. То есть, с этим моментом тоже понятен. В связи с тем, что у нас время ограничено, я пример третий не буду озвучивать. Его решение перед глазами, оно достаточно подробное и красивое. Я думаю, что вы с ним разберетесь уже в ходе самостоятельной деятельности. А мы сейчас с вами немножко покрутим задачки, которые относятся к подготовительным, и рассмотрим пару тренировочных задач. Итак, подготовительные задачи. Ну, хочу сказать сразу, что подготовительные задачи я привела все, которые обнаружила на данную тему. И часть из них, в принципе, я привела без решения, потому что, ну, они похожи друг на друга. Давайте быстренько пробежимся. Задача первая. В треугольнике АБЦ известно, что БД медиана. БД выражено определенным выражением через АБ. Угол ДБЦ 90. Найдите угол АБД. Итак, продлевая медианку, получаем параллелограмм. В этом параллелограмме мы видим, что треугольник АББ1 тоже прямоугольный. От нас хотят угол АБД. Значит, если говорить про угол АБД, это фактически все, что угол АББ1. Теперь смотрите, а если я знаю, что такое АБД, я точно понимаю, что ББ1 это в два раза больше. ББ1 это, получается, пролежащий катет, а АБ у нас гипотенуза. Таким образом, я выхожу на косинус, нахожу его значение и получаю угол АБД. В принципе, достаточно красиво, без всяких осложнений. Преем продления медианы позволил быстро решить данную задачу. Давайте посмотрим еще одну задачку. Эта задачка похожа очень на пример, который мы с вами рассматривали. В принципе, тоже такая легкая, простая, не вызывает таких... То есть, я так понимаю, что нарешивание такого рода заданий, ну, наверное, уберет страх у учащихся, что если они не знают третью сторону, а знают какую-то там медиану, они обычно там боятся этих медианов высот, то данный прием снимет это напряжение, и они быстренько начнут находить у нас площади треугольника. Итак, найдите площадь треугольника, есть две стороны 27 и 29, медиана 26. Стандартно удваиваем медиану. Переходим в параллелограмм. В этом параллелограмме мы понимаем, что площадь искомого треугольника, это все равно, что площадь треугольника А, Б, Б1. Я думаю, что этот факт всем понятен. Дальше, а в треугольнике А, Б, Б1 я знаю все три стороны. Тороны красивые, герон и красивый ответ. И, в принципе, чтобы набить руку на решение данной задачи, мы вполне с вами можем, я привожу еще ряд задач, 4, 5, 6, которые ребята могут использовать. Третья задача, но немножко похожа на ту, которая была предыдущей, тоже три единицы даны, но в данной ситуации даны три стороны. Проводим, удлиняем медианку и используем свойства, которые связывают диагональю параллограмма со сторонами нашего параллограмма. Используя это свойство, подставляя все данные, задача за счет приема удлинения медиана решается практически элементарно. В этом смысле, ну, просто, красиво, понятно. Думаю, что вам тоже нравится. Ну, и задача 7 организована по такому же принципу. Знаю, ну, обратите внимание, единственное, да, что знаю стороны, знаю медиану, выходящую из вершины, опущенную на третью сторону. И мы, единственное отличие, что хотят, чтобы мы нашли угол ВС, и чтобы нам этот угол с вами найти, в принципе, если я найду сторону ВС, то все теорема косинусов и жизнь удалась. Ну, и давайте смотрим, каким образом мы это можем делать. Опять удлинили медианку, опять связали, используем связь диагонали вместе со сторонами параллограмма, находим квадрат ВС, нам, собственно, само ВС не нужно, потому что в теореме косинусов используется квадрат ВС, и дальше, используя теоремы косинусов, быстренько выходим на то, чтобы найти косинус соответствующего угла, получается табличное значение, и что позволяет нам быстро с вами найти угол с того угла ВС 60 градусов. Здесь есть вопросы? Вопросов пока не вижу. Идем дальше. Ага, отлично, спасибо большое. Значит, идем на тренировочные задачи. Тренировочные задачи, как я уже говорила, чуть сложнее, да, но тем не менее, смотрите, мы с вами, я вот обозначила, там, скорее всего, не пример 3, а пример 2, да, решение аналогично примеру 2, себе поправьте, тоже сейчас неточность увидела, то есть у нас с вами есть площадь треугольника, медианы равны 3, 4, 5, это как раз мы с вами пример 2 рассматривали, подкорректируйте себе, вот, ну и давайте рассмотрим пару задачек, и думаю, что на этом наша с вами встреча, можно считать, успешно будет подходить к завершению. Итак, задача 4. Медиана АД и высота ЦЕ равнобедренного треугольника пересекаются в точке П. Найдите площадь треугольника АБЦ, если известно, длинные отрезков ЦП и ПЕ. Итак, стандартно удлиняем медиану и рассматриваем два подобных треугольника. Это треугольник АЕП и треугольник ПА1С. То, что они подобны, они подобны по двум углам, мы с вами понимаем, что получили параллограмм, значит, есть накрест лежащие углы и вертикальные углы. Соответственно, смотрите, из подобия составляем отношения сходственных сторон. При этом, ну, давайте с вами БД обозначим ЦАИС. И исходя из этого, мы с вами выражаем АЕ. Если я АЕ знаю, следовательно, я выхожу и нахожу БЕ, поскольку АБ это 2Х, отнимаю найденное значение АЕ, я нахожу значение БЕ. Ну и дальше, смотрите, в треугольнике ЕБЦ, он у нас прямоугольный, я точно понимаю, как у меня выражено через ХЕБ, я точно понимаю, что БЦ это 2Х, да, и я точно понимаю, что ЕЦ у меня, соответственно, 7. из этих соображений я нахожу величину Х, ну, и мне не составляет труда найти площадь этого треугольника, поскольку высота у меня уже там известная, ЦЕ. Х я нашла, АБ это 2 таких Х, и, соответственно, по формуле половины простейнии высоты на основании я нахожу площадь. Все понятно в данной задачке? Ну, прекрасно, отлично. И идем к последней задаче, которая тоже достаточно интересная. У нас есть медиана АМ и бисектриса ЦДМ прямоугольного треугольника АБЦ. То есть, если в предыдущей задаче у нас был равнобедренный, то здесь у нас с вами прямоугольный. Значит, пересекаются медиана и бисектриса в точке О найти площадь треугольника исходного, если ЦО у нас с вами 9, ОД 5. Ну, ключевой момент опять, через что же искать эту площадь? Ну, получается, складывается таким образом решение задачи, что площадь ищется по традиционной формуле, для этого нужно найти катеты. Продляем нашу медианку, получаем параллелограмм. В этом параллелограмме мы с вами имеем, смотрите, два подобных треугольника ДАО и треугольник ОЦА1. Эти треугольники подобны по двум углам. Если обратите внимание, угол при вершине А и угол при вершине А1 на крест лежащий, углы при вершине О у нас с вами вертикальные. Далее мы составляем отношения сходственных сторон и будем плясать, что мы АБ обозначим за Х. Смотрите, здесь же пользуемся свойством бисектриски. Если я обозначила за Х АБ, получается, что АД у меня это 5 девятых АБ. На это обратите внимание, что А1С и АБ это одно и то же. И вот из нашего соотношения мы с вами легко получаем, что АД это 5 девятых Х. Вот этот нюанс понятен? Что сторона СА1 это фактически АБ в нашем треугольнике, поэтому мы и выражаем АД через Х. Тогда смотрите, получается, что ВД я нахожу в принципе как разность, хотя могла находить через отношения с помощью бисектрисы. По свойству бисектриса у меня получается и отношения 5 к 4. Но смотрите, из этого отношения свойства бисектриса я сразу выхожу на отношения гипотенузы и катета. Катета ВС. То есть у меня получается, что на гипотенузу 5 частей, на катет ВС 4 части. Я длины обозначаю уже другой величиной, Y, да, длина одной части. И вижу, что у меня АБ это 3 таких части. Зачем мне все это надо? Все это мне нужно для того, чтобы через одну часть выразить, соответственно, все катеты. Вот смотрите, у меня получается катет АБХ, АБС, соответственно, у меня в ходе моих преобразований получается 4 третьих Х. И далее потянем пифагора для треугольника АДБС. Обращаю внимание, почему мы его берем, потому что гипотенуз там, понятно, 14. Мы составляем терем пифагора и находим значение Х. Ну, такое некрасивое. В принципе, причем обратите внимание, что если конечная задача стоит найти площадь, то нам Х сам не нужен, нам достаточно найти Х в квадрате. И, в общем-то, это значение, затем подставить формулу площади, ну и дойти до ответа. В принципе, если к данной задаче вопросов нет, я бы хотела узнать ваше мнение, насколько полезна для вас та информация, которая сейчас у нас была представлена на вебинаре, поскольку время нашего сотрудничества стремительно идет к концу. Если есть какие-то пожелания, я бы тоже с удовольствием приняла и уже к следующей нашей встрече постаралась бы их учесть. Ваши пожелания, соответственно, какие-то замечания. я благодарна за лестные отзывы, свой адрес. Благодарю вас за сотрудничество, надеюсь, все было понятно. Благодарю коллеги за такие хорошие отзывы. На этом наша встреча подходит. А, я выступать, конечно, буду. Куда же я денусь? Подписалась еще на три вебинара, как минимум до мая месяца. Ну и смотрите, у меня не стоит задача сейчас в три вебинара, оставшиеся, вложить всю информацию по данной теме. Я предполагаю, что вот такими порциями, с такими изюминками и методами вебинары по данной части будут продолжаться. Я пока еще полный курс-то не посмотрела, насколько. Но, в общем-то, думаю, что второе полугодие, ну с сентября, скажем так, с сентября-октября 2017 года мы продолжим этот цикл. И планиметрия очень привлекательная область такая. И задача 16, она столь многограммная, что там уложить это все в удовольствие в каких-то там 6 часов, ну практически, на мой взгляд, невозможно. Поэтому до скорой встречи через месяц. Мы снова с вами встретимся и тоже будем говорить о планиметрии. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok